Всем привет! В отдельном плейлисте на канале собраны другие ролики про оружие разных стран Первой мировой войне, рекомендую к просмотру. А в этом видео представлен обзор на стрелковое оружие Королевства Болгарии в Первой мировой войне. Изначально Болгария занимала нейтралитет, но уже в сентябре 1915 года присоединилась к странам Центрального блока и в дальнейшем участвовала в операциях против Сербии, Румынии и Греции. А какое стрелковое оружие они использовали мы рассмотрим в этом видео. Начнем с короткоствольного оружия. Основным револьвером болгарской армии являлся американский сметовеса номер 3. Созданный в 1869 году он имел 44-й калибр 10-67 мм или 4,2 линии. У из самодинарного действия патрон центрального воспламенения подымный порох. Емкость барабана 6 патронов. Благодаря переламыванию пополам револьвера имел ускоренную перезарядку. С помощью экстрактора использованные гильзы при переламывании автоматически удалялись. Всего в США было закуплено 1100 таких револьверов. Также применялся немецкий маузер К-96. Созданный в 1895 году он имел калибр 7,63 мм, патрон 7,63 на 25 маузер. Принцип работы отдачи ствола при коротком ходе. В качестве боепитания использовались встроенные или отъемные магазины на 6, 10 или 20 патронов. Прицельная дальность стрельбы 200 метров. Для удобства прицеливания и повышения дальности стрельбы до 300 метров использовалась кобура-приклад. Всего было выпущено 950 тысяч таких пистолетов. Основным самозарядным пистолетом являлся немецкий Люгер П-08. Созданный в 1900 году с трицем Георгом Люгером, этот пистолет имел калибр 9 мм, патрон 9х19 парабеллум. Принцип работы отдачи ствола при его коротком ходе. Емкость магазина 8 патронов. Также имелась возможность использовать барабанный магазин на 32 патрона. Прицельная дальность стрельбы 50 метров. Общее количество данных пистолетов у болгарской армии составляло 4000 единиц. Также применялся венгерский самозарядный пистолет Фромерстоп М1912. Созданный в 1912 году, он имел калибр 7,65 и 9 мм. Патроны 32 ACP 9х17 мм, он же 380 ACP. Принцип работы – длинная отдача ствола, 8-курковое одинарного действия, вид боепитания, 7-зарядный магазин. Эффективная дальность стрельбы 50 метров. Всего произведено 350 тысяч единиц этих пистолетов. Встречались в болгарской армии другие пистолеты и револьверы, немецкие Бехолы М1915, бельгийские Браунинг ФН М1903 и Наган М1895. Далее рассмотрим основное стрелковое оружие. В болгарской армии применялись австро-венгерские винтовки Штайрман Лихером 1885. Созданная в 1885 году, она имела калибр 11 мм, патрон 11х58 мм. Принцип работы – ручное перезаряжание продольно скользящего затвора, причем движение затвора осуществлялось не вверх-назад при помощи рукоятки, а только назад, что ускоряло перезарядку. Емкость магазина – 5 патронов, прицельная дальность стрельбы – 1050 метров. В 1886 году представлена модификация этой винтовки М1886, в которой применялся новый тип магазинов с пачечным заряжанием. А в 1888 году создана модель 1888 под патрон 8х56 мм. А уже в 1890 году введены бездымный порох и пуля в стальной оболочке. Основной винтовкой вооруженных сил Болгарского королевства в годы Первой мировой войны являлась австрийская винтовка Манлихера 1895. Созданная в 1895 году, она имела калибр 8 мм, патрон 8х56 мм. Принцип работы – продольно скользящий затвор прямого действия. Неотъемный магазин снаряжался пачкой на 5 патронов. После отстрела всех патронов пачка выпадала из магазина. Благодаря этим особенностям конструкции она опережала по скорострельности все остальные винтовки Великой войны. Не очень длинная и не слишком короткая, эта винтовка была среди всех остальных винтовок еще и самой легкой. Ее масса составляла 3,8 кг. Также производились карабины М95 с укороченной длиной ствола. Всего до 1916 года было выпущено более трех миллионов экземпляров винтовок Манлихера 1895. Общее количество винтовок Манлихер в болгарской армии составляло 255 тысяч единиц. В 90-х годах XIX века от Российской империи Болгарии были получены винтовки Мосина. Созданная в 1891 году, она имела калибр 7,62 мм, патрон 7,62х54. Принцип работы – продольно скользящий затвор. Вид боепитания – неотъемный магазин на 5 патронов, снаряжаемый обоймами. Дальность стрельбы – 800 метров. Винтовка образца 1891 года выпускалась в трех модификациях – пехотной, казачьей и драгунской. Всего в Болгарии было передано 46 тысяч единиц таких винтовок. Также применялись в винтовке системы Бердана номер 2 образца 1870 года. Разработанная американским полковником Хайримом Берданом, это однозарядная винтовка имеет две модификации. Принцип работы – продольно скользящий затвор. Калибр 10,75 мм или 4,2 линии. Стрельба велась с патронами 10,75 на 58 мм, которые поочередно вставлялись в патроне с правой стороны открытого затвора. Эффективная дальность стрельбы – 250 метров. Всего на вооружении состояло 54 500 единиц таких винтовок. Также в Болгарской армии применялись устаревшие однозарядные винтовки крынка. Созданная в 1867 году чешским оружейником Сильвестром крынка, она имела принцип работы откидывающийся затвор. Калибр 15-24 мм либо 6 линий. Дальность стрельбы по насечкам прицела составляла 1200 шагов. Всего у Болгарской армии было 12 800 единиц таких винтовок. Применялись и другие винтовки. Американские P-Body Martini 1874 и их турецкие переделки Martini Mauser 1908. Французские Граем 1874. Немецкие Mauser Gewehr 71. Далее рассмотрим пулеметы. Основным легким пулеметом вооруженных сил Болгарии являлся пулемет Мацена. Разработанный в 1890 году, он является первым мере ручным пулеметом, запущенным в серийное производство. Принцип работы – отдача при коротком ходе ствола с качающимся вертикальной плоскостью затвором. Калибр 8 мм, патрон 8х58. В качестве боепитания использовались магазины емкостью 25, 30 и 40 патронов. Темп стрельбы 450 выстрелов в минуту. Прицельная дальность 1700 метров. Основным станковым пулеметом болгарской армии являлся пулемет Максима. Созданный американским оружейником Харримом Стивенсом Максимом в 1883 году, он имел принцип работы – отдача ствола с коротким ходом, кривошипно-шатунное запирание. Калибр 8 мм, патрон 8х50 манлихер. Вид боепитания – холщовая лента на 250 патронов. Темп стрельбы – 600 выстрелов в минуту. Общее количество пулеметов Максима в болгарской армии составляло 248 единиц. Также применялся немецким пулеметом Г-08. Разработанный в 1908 году, он отличался от Максима измененным замком и боевой личинкой, наличием втулки на стволе и конического пламегасителя, который снабжался защитным диском, а также откидным затыльником короба. Принцип работы – отдача ствола, кривошипно-шатунное запирание. Калибр 7,92 мм, патрон 7,92х57. Темп стрельбы – 600 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы – 800 метров. Кисть дьявола, как называли этот пулемет, представлял собой весьма тяжелую конструкцию весом под 70 кг, из которых пулемет с охлаждающей водой весил около 30 кг, а остальной вес добавлял гармозкий станок. Еще одним станковым пулеметом, состоящим на вооружении армии Болгарии, являлся Шварцлозе М1907-12. Созданный в 1905 году немецким конструктором Андриасом Шварцлозе, он использовал полусвободную систему запирания затвора. В отличие от пулемета Максима он был более простым в изготовлении и имел всего 166 деталей. Калибр 8 мм, патроны 8х56 и 8х50 мм. Масса со станком 41 кг, скорострельность 580 выстрелов в минуту. Охлаждение ствола водяное, вода в количестве 3,5 литров заливалась через отверстие в охлаждающем кожухе. Вид боепитания патроны лента на столе 250 патронов, эффективная дальность стрельбы 800 метров. Короткий ствол оснащался длинным конусным пламегасителем, уменьшающим демаскирующие эффекты и ослепление стрелка дольной вспышкой при стрельбе в сумерках. Также отдельными подразделениями применялся французский пулемет Сент-Атьеном 1907. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите другие видео про оружие разных стран в Первой мировой войне, поддержите канал донатами с помощью кнопки спонсировать. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok